Восприветствует информационная служба канала БТБ в студии Виктория Третьяк. Президент Украины наградил орденами героев небесной сотни трех иностранцев, граждан Белоруссии, Михаила Жизневского и Грузии, Зураба Хурцию и Давида Кипиани, которые погибли во время революции достоинства в Украине. И, как сообщает пресс-служба главы государства, соответствующий документ Петр Порошенко подписал во время встречи с родителями Жизневского. Им он и передал награду сына. Президент также отметил, что сейчас делается все возможное для того, чтобы Михаил Жизневский получил звание Героя Украины. Однако для этого необходимо изменить законодательство нашей страны. Ваш сын действительно герой. И я вас прошу, чтобы вы понимали, что он отдал самое ценное, что у него было, свою жизнь. И он отдал ее не только за свободу в Украине. Он отдал ее за то, чтобы была демократия, чтобы была свобода и во всей Европе, и во всем мире. Специально для таких людей, как Миша, мной как президента, после большого общественного обсуждения. Украинский парламент учредил специальную награду. Это Орден Героев Небесной Сотни. И это высшая награда, которая обладает соответствующим статусом. Хочу вас предупредить, что получение этой награды не означает, что мы прекращаем работу по тому, чтобы сделать Мишу Героям Украины. Но это то, что сегодня я могу сделать. Он настоящий герой. В 47 атак за прошедшие сутки отбили украинские военные в зоне проведения антитеррористической операции. Четверо мирных жителей ранены при обстреле станицы Луганской. Об этом сообщает пресс-центр АТО. По их данным, боевики продолжают вести массированный огонь по позициям украинских военных. Тем не менее, все их атаки отбиты. Кроме этого, при попытке пролета над позициями сил АТО был сбит российский беспилотник. Банформирование продолжает штурмовать Донецкий аэропорт, применяя минометно-артиллерийский огонь и реактивную артиллерию. Однако украинские киборги в очередной раз отбили все атаки. Стратегический объект по-прежнему под контролем украинских войск. В Донецк продолжают прибывать танки с наемниками из России. Об этом сообщает руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Томчук. Он отмечает, что в городе ранее зафиксировали три кочующих миномета боевиков. После стрельбы они оперативно покидают огневые позиции. Минометчиков прикрывает группа стрелков. Также в данном районе замечены позиции реактивных систем залпу огня противника. Боеприпасы, по словам военного эксперта, прибывают с южного направления через Торрес. Напомним, за прошедшие сутки зафиксировано около 50 атак позиций украинских войск. Общее количество обстрелов боевиками с начала так называемого перемирия превысило 3580. Госпогранслужбы Украины уведомили об ожидаемом очередном так называемом ГУМ-конвой из России. Об этом заявил глава ведомства Виктор Назаренко. По его словам, МИД Украины получил ноту от МИД России с официальной информацией о ГУМ-конвое 30 ноября. Назаренко подчеркнул, что пограничники готовы оформить гуманитарную помощь надлежащим образом в соответствии с требованиями международного и украинского законодательства. Если же Россия откажется это делать, то в пунктах пропуска, через которые будет следовать конвой Донецк-Изварина и Матвеев-Курган, будет осуществляться дополнительное наблюдение, чтобы не допустить проезда в Украину средств террора и диверсии. Также глава Госпогранслужбы отметил, что Украина не контролирует более 400 километров госграницы с Российской Федерацией. Она проходит по территории Донецка и частично Луганской областей и временно подконтрольна бандформированием. Один человек погиб и несколько ранены в результате обстрела боевиками маршрутки в станице Луганской. Об этом сообщает пресс-служба Луганской ОГА. Трагический инцидент произошел в районе моста через Северский Донец на территории подконтрольной боевикам. В пресс-службе также сообщили, что накануне террористы обстреляли села Верхняя и Нижняя Ольховая вблизи станицы. Значительных разрушений там не зафиксировано. Близи Валуйского в результате обстрела градами загорелся лес. Министерство энергетики и угольной промышленности Украины сегодняшнего дня останавливает работу энергетических госпредприятий, которые расположены в зоне АТО. Соответствующее решение закреплено приказом Министерства номер 841 от 25 ноября, обнародованном на сайте ведомства. Согласно документу, руководители таких учреждений должны подготовить предложение об эвакуации предприятий, работников, имущества и документации на территорию подконтрольной Украине. Напомним, ранее Минэнерго сообщало, что в зоне АТО уже шесть шахт обесточены и затапливаются террористами. Контрразведка СБУ задержала так называемого министра юстиции, самопровозглашенный ДНР и еще пятерых его подельников, боевиков. Об этом сообщает пресс-центр СБУ. По их данным, задержанный его соучастник, житель села Марково Донецкой области, были информаторами у боевиков. Они собирали сведения о расположении, количественном составе и вооружении подразделений украинских военных в зоне АТО. В их отношении начато уголовное производство по статье «Государственная измена». Продолжаются следственные действия. Двух подозреваемых в попытке угона военного самолета в Николаеве отправились в СИЗО. Соответствующее решение принял Центральный райсуд города. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Украины. Напомним, в конце октября двое жителей Николаева проводили подрывную деятельность против Украины и склоняли летчика одной из воинских частей к угону самолета Су-25 с аэродрома Кульбакина. На территорию аннексированного Крыма. Кроме того, они просили предоставить информацию о графиках полетов военных самолетов, которые задействованы в АТО. По данному факту начато уголовное производство по статье «Государственная измена». Польша готовится к переброске своих войск к границам с Украиной, Белоруссией и Россией. Об этом заявил польский министр обороны Томаш Симоняк. По его словам, они будут делать все для усиления боевых возможностей на востоке страны. Он отметил, что около 80% войск дислоцируется на Западе, и эту пропорцию следует менять. Поэтому власть хочет отремонтировать существенную военную инфраструктуру на востоке, а затем перекинуть туда и личный состав. Напомню, после оккупации Крыма и агрессии России на востоке Украины, руководство Польши подчеркнуло необходимость усиления обороноспособности на границе с Россией, Белоруссией и Украиной. В Литве под эгидой НАТО стартовали совместные учения венгерских и литовских войск. Маневры рассчитаны на укрепление восточных рубежей Североатлантического альянса. Американские военные, проходившие службу в Афганистане, Ираке, Косово и других горячих точках, поделились опытом со своими литовскими и венгерскими коллегами. Целью учения является создание совместных сил быстрого реагирования в рамках планов по укреплению обороны в ответ на агрессию России. В нынешней ситуации мы должны твердо стоять на ногах. Я очень рад, что страны-члены НАТО приняли решение создавать силы быстрого реагирования. И Литва тоже входит в это число. Я уверен, что это наши первые, но не последние учения. Мы должны объединиться для того, чтобы противостоять агрессии. Новый антирекорд рубля. Сегодня на открытии торгов на московской бирже за доллар дают 49 рублей 30 копеек. За евро 61 рубль 70 копеек. Эксперты отмечают, что падение российской валюты связано с обвалом мировых цен на нефть после решения ОПЕК. Организация стран-экспортеров нефти сохраняет действующие квоты на добычу черного золота. Это 30 миллионов баррелей в сутки. Участники рынка считают, что решение организации создает потенциал для дальнейшего снижения цен. На падение рубля существенно влияют и западные санкции. Россияне заметили ухудшение экономической ситуации в стране. Об этом свидетельствуют результаты опроса Левада-центра. 80% говорят о росте цен, снижении уровня жизни и в целом об ухудшении экономического положения федерации. Из всех опрошенных к проблемам российской экономики остались равнодушными всего лишь 14%. Затруднились с ответом 5. Результаты опроса показали, что 45% респондентов причиной ухудшения экономики считают падение цен на нефть. 33% видят проблему в санкциях Запада против России. А треть опрошенных уверены, что виной всему расходы, связанные с аннексией Крыма. Швеция собирается выделять ежегодно 25 миллионов евро на поддержку реформ в Украине. Об этом сообщил шведский посол Андреас фон Бекерат. Он уверен, что отраслевые реформы помогут Украине справиться с кризисом. По его мнению, для эффективной борьбы с коррупцией необходима эффективная система судов. По мнению политика, для стабильного будущего Украины следует построить демократические институты, побороть коррупцию и снизить влияние олигархов. Он заверил, что Евросоюз не откажет стране в членстве, если Киев проведет реформы, которые будут соответствовать критериям Евросоюза. В центре Чикаго станцевали гопак. Так, украинская диаспора в Ша отметила День Благодарения. Танцевальный ансамбль «Громовыця» принял участие в американском параде в центре города. На глазах миллионной публики в прямом эфире американского телевидения коллектив исполнил украинский национальный танец. По словам руководителя Роксаны Пилипчак, ее воспитанники помогают украинским военным, которые принимают участие в АТО. Недавно на собранные средства они приобрели теплую одежду и бронированный автомобиль для одного из батальонов на Донбассе. Ну и далее курс валюты и цены на бензин. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»